Вчерашнее оперативное совещание в правительстве наконец-то принесло республике само правительство. Так долго мы ждали этого момента, когда будет оглашена и структура, и персональный состав правительства Республики Башкортостан, что стало уже казаться, что это не наступит никогда, но тем не менее вчера это случилось. Радий Фаритович в этот раз сидел за столом не один. Он сидел в компании с Андреем Геннадьевичем Назаровым, тем самым окончательно подтвердив свою схему распределения полномочий в правительстве, несмотря на то, что она не случилась до конца и должным образом. Я говорю о том, что формально премьер-министром правительства Республики Башкортостан, согласно опубликованному указу, остается Хабиров Радий Фаритович, который возглавляет правительство в соответствии с Конституцией Республики Башкортостан. То есть Крултай у нас не будет озадачен утверждением нового премьер-министра. Назаров назначен первым заместителем премьер-министра, первым вице-премьером. И мы подробно поговорим о том, что это все-таки все означает и как это дальше будет работать. Судя по всему, Хабиров решил не сдаваться, несмотря на то, что ему окончательно отказали в той просьбе, которую он транслировал в Кремль в части назначения премьер-министром Андрея Геннадьевича Назарова. Однако Хабиров борец, боец и, судя по всему, решил не сдаваться. Тем более, что отказ от той схемы, которую пытался продавить Хабиров, для него означал бы вовсе не тактическое поражение, а, пожалуй, что стратегическое поражение в том смысле, что Хабиров вынужден был бы признать ограниченность своей власти в Башкирии и, в общем-то, очень сильно потерять очки в глазах и местных башкирских элит, и московских элит. В итоге мы имеем схему, которая, как говорится, ни вашим, ни нашим. Формально Назаров не утвержден премьер-министром. Реально Назаров наделен полномочиями практически стопроцентными, которые имел бы он, будучи настоящим премьер-министром. Единственное исключение, пожалуй, заключается в том, что, не будучи де юра премьер-министром, Назаров не будет иметь права визировать особо важные документы, которые касаются федеральных всевозможных соглашений и прочих вещей, которые являются исключительно юридической прерогативой настоящего премьер-министра, которым у нас будет Ради Фаридович. Но не беда, в принципе, я думаю, что они договорятся, кто какую бумажку подпишет в какой момент. И вот эти все представительские полномочия, конечно же, перетекают теперь в сторону Назарова. Те обязанности, которые огласил Хабиров в отношении первого вице-премьера Назарова, совершенно неоднозначно говорят о том, что ему делегированы действительно все полномочия премьер-министра. То есть теперь Назаров будет полностью контролировать всю исполнительную власть в Республике Башкортостан. Все ведомства полностью, правительство и так далее. Андрей Геннадьевич, конечно, выглядел несколько скованно, сидя в президиуме вот этого совещания. Периодически что-то записывал в блокнот. В общем, конечно, выглядело это немножко неестественно, но хотя бы на фоне предыдущих конфигураций всех этих совещаний, когда Хабиров так вот пирамидально возглавлял вот эту всю компанию. Но вернемся к структуре правительства, а к Назарову мы еще успеем вернуться. Правительство теперь у нас будет состоять из 31 ведомства, 14 министерств, 11 госкомитетов, 4 управлений, 1 агентства и 1 госинспекции. Собственно, цифра 14 министерств закреплена конституционно в Республике и появление комитетов, которые стали фактически тоже министерствами. Это история давняя, еще при Рахимове придумали такую штуку, чтобы не менять Конституцию, не вторгаться в основополагающие документы Республики. Решили плодить вот эти госкомитеты. Собственно, это называется развитием структуры государственного управления, в этом нет ничего страшного. Хабиров не особенно изменил структуру управления в Республике в этот раз. Он разделил один госкомитет на две части. Это госкомитет по предпринимательству и туризму, прямо скажем, такой Франкенштейн. На самом деле, предпринимательство и туризм почему-то вместе это было как-то неестественно. Да и мадам Бойцова категорическим образом игнорировала туризм. В общем, этот госкомитет разделили на два, и госкомитетов стало у нас на один больше. Также Хабиров переименовал пять государственных комитетов. Из примечательных переименований я бы отметил то, что теперь у нас будет не просто Министерство промышленности и инновационной политики, а оно будет Министерство промышленности и энергетики, что, на мой взгляд, в общем-то, разумно и логично. Министерство образования преобразовалось в Министерство образования и науки, что не бесспорно, но посмотрим. Вопрос в том, насколько министр образования в состоянии руководить еще и наукой в Республике Башкортостан. Канул в лето госкомитет по вопросам информатизации и вопросам функционирования системы «Открытая республика» столь милого мне проекта, который я, в общем-то, придумал и реализовал. И теперь этот комитет будет называться Министерство цифрового развития государственного управления. Что звучит суховато, но, опять же, правильно. И появляется странный госкомитет, который раньше назывался госкомитет по мониторингу социально-экономического развития, и теперь он называется госкомитет по конкурентной политике. Это калька с структуры подмосковного правительства. Именно в Подмосковье появился вот подобный госкомитет по конкурентной политике. Хабиров скопировал это оттуда. Чем будет заниматься этот странный госкомитет, до конца непонятно, но, судя по всему, он будет заниматься исключительно государственными закупками. То есть, наведением порядка, или, по крайней мере, попыткой наведения порядка в этой очень мутной, очень коррупционной и очень опасной сфере жизнедеятельности государства. Государство у нас крупнейший покупатель, и деньги через госзакупки проходят гигантские. Так вот, видимо, госкомитет по конкурентной политике будет заниматься вот этим вопросом. Всего в составе правительства Республики Башкортостан, помимо самого Хабирова, будет 40 человек. Это 9 вице-премьеров и 31 руководителей, замруководителей ведомства. Мы не будем сегодня говорить обо всех. В подавляющем большинстве Хабиров оставил своих чиновников на местах. Собственно, это я и предсказывал, но, конечно же, появились некоторые изменения, появились и исчезли некоторые люди, и о самых заметных и важных мы будем говорить сегодня. Остальные остались, условно говоря, на своих местах. Так вот, 9 вице-премьеров, из которых два первых вице-премьера. Это одна из главных странностей конфигурации правительства. Первыми вице-премьерами станут, соответственно, Андрей Геннадьевич Назаров и Илшад Азаматович Тажидинов. Вот последняя, пожалуй, что неожиданность. Поговаривали о том, что звезда Тажидинова закатывается, поговаривали о том, что Тажидинов неуместен в новом правительстве Хабирова, но нет, Тажидинов оказался человеком либо непотопляемым, либо постоянно всплывающим. Но, тем не менее, вот Илшад Азаматович у нас теперь первый вице-премьер правительства. Судя по тем распределениям обязанностей, которые огласил Хабиров, Илшаду Азаматовичу достается в первую очередь организационная деятельность правительства и контроль за исполнением поручений главы республики, председателя правительства и прочих решений властей. Вот это очень важная функция, которую Тажидинов все-таки за собой сохранил. То есть он изо всех сил старался не превратиться в обыкновенного писаря в правительстве, который занимался бы только организационными моментами. Ему досталась вот эта контрольная функция. Как известно, контрольные функции в российской власти – это главный источник доходов и благосостояние для чиновников. Совершенно не хочется говорить о Тажидинове. Я для себя сложил уже впечатление о том, что человек это никчемный и нерезультативный. Ничего от него ждать мы, наверное, хорошего не должны в составе правительства, потому поговорим о Назарове и его обязанностях. Хабиров вменил Назарова в обязанности организацию работы правительства, представления правительства, проведения заседаний правительства, а также введения вопросов бюджетов, финансов, земельных ресурсов, государства и имущества, ответственности за реализацию национальных и федеральных проектов и задач, поставленных в сентябрьских указах Хабирова. То есть мы совершенно отчетливо видим, что все свои обязанности, непосредственные функциональные обязанности в правительстве, Хабиров делегирует Назарову. Судя по всему, со следующей недели мы уже будем видеть оперативки под председательством Андрея Геннадьевича Назарова. Будет очень любопытно посмотреть, насколько они будут отличаться от тех оперативок, которые вел Хабиров. Будет интересно понять, насколько быстро Назаров разберется в ситуации и насколько быстро он возьмет на себя смелость, скажем так, критиковать и корректировать даже самых ближайших соратников Хабирова. Это, согласитесь, психологически очень непростая история, потому что, получив бразды правления из рук Хабирова, Назаров неизбежно будет сталкиваться с некими внутренними авторитетами правительства. Есть тяжеловесы типа Абдрахимова, есть люди приближенные типа Баширова, есть там всевозможные неуправляемые люди вроде Мурзагулова, а еще есть заклятые друзья вроде Сарбаева. То есть Назарову придется очень непросто в персональном взаимодействии, но будем, как говорится, посмотреть. Продолжаем перечислять вице-премьеров по тому порядку, который привел Хабиров. Это интересная вещь. Вообще российская власть насыщена всевозможными символами, всевозможными знаками, и даже то, в каком порядке Хабиров перечислил вице-премьеров, имеет очень большое значение. Третьим Хабиров перечислил Абдрахимова Раифа Ромазановича, который остается в составе правительства, который сохраняет за собой пост вице-премьера, все предыдущие функции, и который играет важнейшую роль на самом деле в правительстве, курируя строительный блок. Этот блок проблемный, этот блок денежный, этот блок очень опасный, и Абдрахимов доверен вот этот ответственный участок работы. В моем представлении Абдрахимов вполне себе справляется с неисполнимой задачей нормализации строительной отрасли в Республике Башкортостан. Несмотря на все обвинения в аффилированности с компанией «Стройтек», Абдрахимов пока еще не проявил каких-то личных заинтересованностей в этом секторе. Хотя, конечно, про Красногорский период Раифа Ромазановича рассказывают всякое. Четвертым номером в списке вице-премьеров идет Беляев Борис Владимирович, этот инфантерибл башкирского правительства. Фигура, на мой взгляд, совершенно случайная. Как-то подсунул старый друг Хабирову своего зятька, и вот теперь он так и затесался в это правительство. Борис Владимирович курирует очень ответственную сферу Министерства ЖКХ, параллельно возглавляет само Министерство ЖКХ, также он курирует Министерство экологии и природопользования, Госкомитет по жилищному надзору и Госкомитет по тарифам. У меня есть стойкое убеждение, что Беляев не справляется со своими обязанностями, и один из докладов вот этой оперативки нам это очевидным образом подтвердит. Пятым номером списка вице-премьеров идет Иванова Ленара Хакимовна. Поговаривали, что Ленару Хакимовну уберут из правительства, в отчаянии госпожа Иванова даже подыскала себе новое место в одном из профильных фондов, но не случилось. Ленара Хакимовна остается на своем посту. Министерство труда, семьи и социальной защиты, Министерство здравоохранения, Комиссия по регулированию трудовых споров и территориальное отделение фонда обязательного медицинского страхования так и остаются под ее кураторством. Шестым номером в списке вице-премьеров идет новичок в правительстве. Новичок во всех отношениях, человек, внезапно вознесшийся от нулевого опыта работы в органах государственного управления до позиции вице-премьера. И говорю я о Муратове Рустаме Хамитовиче, ближайшем соратнике господина Назарова. Он занимает позицию вице-премьера, и ему достаются под управление очень важные министерства, Министерство экономического развития и инвестиционной политики, которое он, собственно, и возглавит тоже, Министерство цифрового развития государственного управления, Госкомитет по развитию предпринимательства, Госкомитет по туризму, Госкомитет РБ по внешнеэкономическим связям. Очень важные, очень функциональные, очень ответственные ведомства достались. И, конечно, тут ему будет нелегко. Учитывая его достаточно серьезные компетенции в области экономики, я думаю, что он справится. Учитывая его абсолютно четко понятную поляризованность в плане того, чьих будете, я имею в виду, что это точно команда Назарова, вопросов здесь с этой принадлежностью не возникнет, и это хотя бы не вызовет никаких проблем. И также я возлагаю свои надежды на господина Муратова в том смысле, что, возможно, ему получится привести к здравому смыслу, получится начать по-настоящему развивать реальный сектор экономики в Республике Башкортостан, вывести из тени то, что у нас находится в тени, попытаться привести в Республику те отрасли, те какие-то инновации, которые у нас напрочь отсутствуют, но есть, например, у соседей, ну и так далее. В общем, поле деятельности, конечно, у господина Муратова широчайшее. Седьмым номером в списке вице-премьеров идет полковник ОМОНа, заместитель руководителя Росгвардии по РБ Сагитов Ирик Хайреваревич. Совершенно непонятное назначение, ну непонятное для тех, кто не в теме. Вице-премьер, который по факту будет курировать взаимодействие с силовыми структурами, а формально будет курировать Министерство молодежи и спорта Госкомитет по чрезвычайным ситуациям и Госкомитет по делам юстиции. Эта позиция призвана наладить взаимодействие с силовиками. На этой позиции находился господин Киреев, и Киреева теперь у нас в правительстве нет. Отчасти я, конечно, рад, в том смысле, что восторжествовал здравый смысл. Безусловно, господин Киреев с самого начала был не на своем месте. Безусловно, Киреев был одной из главных кадровых ошибок, если не сказать, катастроф Хабирова, которую он в последний момент буквально смог исправить. В том смысле, что Киреев наделал дело таких, что мог подставить вообще целиком всю систему власти в Республике Башкортостан и чудом спасся от реального преследования. Киреева нет совсем. Киреев не получил никакой должности. В некоторых кругах это называется на холод с вещами. В общем, пинком под зад. Что касается господина Сагитова Ирика, который, вот этот полковник, который из Росгвардии, он нам ничем не известен, кроме того, что его дочь была замешана в тот самый громкий скандал с изнасиловиками в МВД РБ. Скажем так, если интуитивно оценивать человека, то, конечно, его послужной список говорит о том, что он по-настоящему полицейский, по-настоящему разгвардеец и не более того. Сможет ли он наладить нормально взаимодействие с силовиками между правительством и силовым блоком, я не уверен, потому что это на самом деле не та сфера, где достаточно того, чтобы ты был просто полковником или настоящим полковником. Ну, посмотрим. Сохранил свой пост вице-премьер Фазарахманов Ильшат Иудусович, он же министр сельского хозяйства. Но это, собственно, неудивительно. После тех совершенно необоснованных реверансов и наград, которыми осыпал его зачем-то Хабиров, было бы нелогично Фазарахманова убирать. Судя по всему, Фазарахманова с его должности может сместить только какой-нибудь чудовищный неурожай. В общем, это дело будущего. В девятом и последнем списке вице-премьеров Хабиров назвал совершенно неожиданную фамилию, совершенно неожиданный персонаж. Вице-премьером правительства Республики Башкортостан становится вчера еще пресс-секретарь Хабирова, а до этого пресс-секретарь Хамитова Егафаров Фанур Мухарямович. Ну, честно говоря, тут у меня, как говорится, новый коммент. Человеку доверили управлять Министерством образования и науки, Министерством культуры, Управлением по контролю и надзору в сфере образования, Агентством печати и СМИ, только потому, что он был самым незаметным пресс-секретарем двух глав Республики Башкортостан. При Хамитове Егафаров был незаметен, непонятен и никоим образом не защищал своего начальства от нападок прессы и социальных сетей. При Хабирове он стал вообще невидимкой. Единственное, чем он отметился, тем, что он там каким-то совершенно диким образом регулировал присутствие или неприсутствие разных СМИ на мероприятиях с участием своего начальства. Прямо скажем, пресс-служба Хабирова вообще существует исключительно номинально. Ее функции исполняют госпожа Прочаковская, Мурзагулов и еще несколько энтузиастов. В общем, конечно, назначение Егафарова на эту должность, на мой взгляд, тоже ошибка Хабирова, чисто функциональная ошибка. Я не думаю, что Фанур Мухарямович способен на подобные функции, которые ему вменены. И я думаю, что в ближайшем будущем мы будем наблюдать некие проблемы с теми ведомствами, которые будет курировать господин Егафаров. Далее Хабиров огласил персональный список руководителей ведомств. Собственно, пройдемся только по изменениям. Главной сенсацией в этой сфере стало то, что свой пост покинул господин Полставалов. И на пост министра земельных и имущественных отношений с уликой Башкортостан приходит некая Арсланова Гульшат Маратовна. Ее персону мы обсудим как-нибудь потом. А вот то, что Полставалова сместили с должности министра ключевого министерства, министерства по распоряжению государственным имуществом и земельными отношениями, очень важно. Я полагаю, что здесь случилась некая победа здравого смысла. Причем победа здравого смысла над чувством верности, дружбы и братства. Это очень важно для Хабирова. Хабиров наконец-то смог преодолеть вот этот комплекс группировки, который существовал у него до сих пор. И он смог уволить, например, Полставалова, ближайшего своего соратника, человека, который прошел с ним Красногорск, который сохранял здесь место начальника юридического института. В общем, Полставалова, конечно, не то чтобы как Киреева пнули под зад, но самым позорным образом перевели на работу, куда бы вы думали, в управление культурного наследия. Или как там называется эта организация, в общем, какое-то заштатное ведомство, даже не министерство, которое занимается вот этим вот надзором за сохранностью памятников. Это самое башкульт наследия, ведомство без ресурсов, без штата особого, без возможности. Это, конечно, видимо, ну, там, то ли Полставалов упал на колени и выпросил хоть что-то, то ли это какая-то иезуитская шутка Хабирова. Ну, в общем, Полставалов из вице-премьеров превратился в, ну, такого совершенно заштатного клерка с пыльным офисом на задворках столицы. Далее посмотрим, кто еще у нас появился новый. Министерство промышленности и энергетики возглавит Шильдеев Александр Николаевич, незаметный чиновник и человек Тажидинова, который сделал парочку докладов на оперативках, больше он нам ничем не известен, вот он, значит, вознесся до уровня министра промышленности и энергетики. Не могу ничего сказать про Александра Николаевича, тоже посмотрим, кто он такой, покопаемся в его прошлом, разберемся и поймем, насколько это правильное или неправильное назначение. Хотелось бы отметить, что разделенный пополам Госкомитет по предпринимательству и туризму в части предпринимательства так и будет возглавлять Бойцова Римма Юрьевна. Римма Юрьевна – это тоже очень сомнительное кадровое решение Хабирова, которое он все еще сохранил в силе. Из ведомства госпожи Бойцовой доносятся очень тревожные известия и информация. Атмосфера там царит нездоровая. Римма Юрьевна категорически игнорировала туризм, который, в конце концов, у нее и отобрали. По поводу предпринимательства я не уверен, что у нее вообще есть какие-то результаты и возможны ли они в принципе. К сожалению, Хабиров не отправил мадам Бойцову туда же, откуда она взялась. Я имею в виду, это загадочное место, где так здорово она управлялась с африканскими кредитами. В общем, остается, к сожалению, она на месте. Я считаю, что это тоже провал. Новинкой в правительстве будет Госкомитет по конкурентной политике. И возглавит его некий Булатов Денис Наилевич. Я уже говорил о том, что функции этого Госкомитета пока туманны. А кто такой Денис Наилевич, нам тоже предстоит узнать. Новый Госкомитет по туризму возглавит Нафиков Салават Тагирович. Судя по огромному количеству отзывов на это назначение в социальных сетях, Салават Тагирович – человек, знающий и понимающий в туризме. Это вселяет надежду. Те, кто его знают, говорят о том, что Салават Тагирович – человек, болеющий за дело, компетентный в этом вопросе, уже имеющий серьезный опыт на базе Янгантау. Ну, в общем, человек теоретически способный справиться с этой сложной задачей, хоть сколько-нибудь развить туризм в Башкортостане. Дело в том, что на протяжении последних 30 лет, если не больше, туризм в Башкортостане только увидал и никак не развивался. Насколько мне известно, генеральная версия, генеральный план Салавата Тагировича заключается в интересной формуле. Салават Тагирович считает, что турист, который заинтересуется Башкирией, находится в радиусе 500 километров от Башкирии. Вот этот постулат Салават Тагирович, судя по всему, попытается или сможет реализовать в ближайшее время. Я не уверен до конца в правильности этой версии. У меня, например, несколько иное мнение на этот счет, но, тем не менее, посмотрим. Это интересная, неожиданная вещь, и я, как человек, очень вовлеченный в туризм, всегда интересуюсь результатами на этом поприще. Будем наблюдать за Салаватом Тагировичем. Отдельно хотелось бы сказать о невозможностях Хабирова. У Хабирова не было возможности убрать из состава правительства две фигуры. Это фигура Забелина и фигура Мухаммедьянова. Несмотря на то, что Забелин катастрофически не справляется со своими обязанностями, и дела в Минздраве идут все хуже и запутываются все больше, Забелин является креатурой лично Дмитрия Анатольевича Медведева, и потому Хабиров просто не вправе демонтировать его должность. А то, что касается Мухаммедьянова, тут тоже московская крыша, и при всей конфликтности Мухаммедьянова и Хабирова, у Хабирова, очевидно, не хватает компетенции и полномочий убрать Мухаммедьянова. Делается это очень просто, так как ведомство Мухаммедьянова, в числе тех, которые интегрированы в федеральное ведомство, федералы просто не позволят Хабирову сменить Мухаммедьянова на кого-то другого. Более изменений и новых фигур в правительстве Республики Башкортостан нет. Все остальные ведомства остались под руководством тех же, кто и был руководителями этих ведомств еще вчера. Отдельно Хабиров отметил, что 9 руководителей ведомств остаются с приставкой ИО. И это не потому, что Хабиров еще не определился в отношении них, а потому, что эти ведомства вертикально интегрированы в федеральные ведомства. Ну, там, например, Минфин. И, соответственно, Лира Закуанна и Дгисамова носят сейчас приставку ИО до тех пор, пока Минфин России формально не согласует ее на этом посту. Отдельно Хабиров оговорился, что он переговорил лично со всеми 9 федеральными министрами в отношении этих руководителей республиканского ведомства. Все 9 федеральных министров подтвердили согласие Хабирову на назначение этих персонажей на должности. И, соответственно, ждем только формальной бумажки о том, что они не против. Закончив оглашение состава правительства, Хабиров все-таки охарактеризовал этот состав и охарактеризовал его очень примечательным образом. Я процитирую. «Мы сохранили преемственность развития республики, преемственность кадровой политики, с учетом того, чтобы новое правительство было правительством развития, как мы и договаривались». Конец цитаты. В конце этой характеристики Хабиров стал интенсивно шарить по карманам пиджака. Общеизвестно, что он начинает совать руки в карманы пиджака или брюк, тогда, когда попадает в некую дискомфортную ситуацию. И это было очень примечательно. Судя по всему, подобная характеристика нового правительства, конечно, далась Хабирову нелегко, потому что в последнюю очередь Хабиров хотел бы преемственности властью республики Башкортостан. Я имею в виду его нетерпимое отношение к Хамитову, его нетерпимое отношение к людям Хамитова, которые в очень малом количестве остались при реальной власти в республике Башкортостан, потому, конечно, вот эта формулировка явилась исключительно вынужденным политесом. В конце вот этой вступительной части, которая в этот раз, конечно, была очень длинной и очень содержательной, той части, которая касалась правительства, Хабиров почему-то заговорил о соглашении между правительством республики Башкортостан и фондом Сколково. Хабиров сказал, что теперь Башкирия превращается в некий агент, в некого агента, в некий филиал Сколково, что это очень хорошо. Честно говоря, вот это вызывает у меня большие сомнения. Был я в этом Сколково и даже встречался там однажды с премьер-министром Российской Федерации Медведевым. Честно говоря, само Сколково и вообще та структура, которая сформировалась вокруг этого явления, не вызывает особого доверия. Как говорится, помянем робота Федора и пожелаем республике Башкортостан не глубоко погружаться в этот фейковый процесс, а заниматься реальными процессами экономики. Именно этим должно заниматься правительство в республике. Серьезными, простыми, скучными вещами развития, строительства, инвестиций и так далее. Не надо вот этих вот фантастических вещей, всяких вот этих фондов Сколково и прочей бельберды. Теперь, собственно, к самому оперативному совещанию, которое, в общем-то, состоялось и структурно соответствовало своим обычным конструкциям. Первым вопросом был вопрос об оперативной обстановке ЖКХ на дорогах и чрезвычайной ситуации. Традиционно первым выступал Беляев, который традиционно сообщил о том, что в Багдаде все спокойно и маркиза счастлива. Тимур Рафисович Мухаммедьянов зачитал статистику ДТП, не применув исказить ее в сторону уменьшения, ровно так же, как и поступил в прошлый раз его заместитель, выступавший на совещании. Я имею в виду то, что Мухаммедьянов сообщил цифру на 10% меньшую количеству погибших в ДТП, видимо, инстинктивно пытаясь сделать приятное Хабирову. Но вообще вот это искажение данных становится хроническим. Почему данные Мухаммедьянова не соответствуют данным ГИБДД, я не понимаю. Почему они не соответствуют всегда в меньшую сторону, я понимаю, потому что, видимо, нужно причесывать статистику. Мухаммедьянов гонится за этой цифрой, которая должна быть хоть чуть-чуть меньше, чем прошлогодняя. Не знаю, удастся ли им это сделать, но очевидно, что нельзя это делать путем фальсификации данных. Господин Гумеров в рамках того же вопроса рассказал нам о количестве пожаров и погибших на этих пожарах. И существенно он сообщил о том, что в Благовещенске продолжается ликвидация последствий разлива ядовитых стоков компании Полиэф, что в воде теперь не наблюдается превышение ПДК. Отмечу также то, что в тот же день, когда состоялось оперативное совещание, свой пост покинул мэр Благовещенского по собственному желанию. Я не знаю, связано ли это с авариями на Полиэфе, но, в общем, факт зафиксирован. Вторым вопросом оперативки шел вопрос о текущей ситуации по реализации новой системы обращения твердокоммунальных отходов. Архиважный вопрос, вопрос, касающийся вот этой мусорной реформы, который давно всерьез не обсуждался. Докладчиком был Искандаров Урал Салаватович, министр экологии и природопользования. Человек чудовищной дикции и неумения произносить публичные речи. Я, честно говоря, мучился, слушая Урала Салаватовича, равно как мучился и Хабиров, и Назаров, которые из президиума вынуждены были заслушивать этот доклад. Но давайте пройдемся по основным позициям. Искандаров сообщил, что в республике удерживается самый низкий в ПФО стандарт оплаты вывоза ТКО. В городе граждане платят 70 рублей, а на селе 35, хотя есть информация, что это не совсем так. В республике 35 полигонов и 13 мусоросортировочных комплексов. Далее Искандаров довольно путанно отчитался о количестве контейнеров, которые он закупил и еще будет закупать, о контейнерных площадках. Цифры скакали туда-сюда. Не будем на этом останавливаться. Отметим важное. Искандаров сообщил, что в республике 4 рекоператора, МОП спецавтохозяйства, Дертиль и Мелеводстрой, ООО «Экосити» и ООО «Экология-Т». Именно Дертиль и Мелеводстрой явились таким вот камнем преткновения и постоянно звучали в этом докладе. Судя по всему, именно этот оператор и будет тем жертвенным агнцем, который будет принесен жертву неуспехов в области реформы обращений с твердокоммунальными отходами, господин Искандаров сообщил нам, что за истекшие 10 месяцев ему удалось организовать вывоз 1,1 миллиона тонн твердокоммунальных отходов. Эта цифра очень важна. Я впоследствии объясню, почему. Искандаров остановился на проблемах, которые возникли в области вывоза ТКО. Юридические лица не спешат заключать договора с рекоператорами, не спешат настолько, что на данный момент заключено только 37% договоров с юридическими лицами из 100 возможных. Это на самом деле катастрофа. Меньше половины юридических лиц легально вывозят свой мусор в Республике Башкортостан. Вдумайтесь. При том, что 100% практически физических лиц оплачивают вывоз мусора, юридические лица не оплачивают его. В чем здесь дело? Дело в том, что, по словам Искандарова, рекоператоры не хотят заключать договора с юрлицами по фактическому объему вывоза мусора, а хотят заключать договора только по нормативу вывоза мусора. Это очевидно выгоднее для них. Однако закон четко объясняет, что можно заключать и так, и эдак договора. И, конечно же, бизнесмены, и юридические лица, и лица, которые вообще склонны экономить на всем, на чем попало, конечно же, хотят заключать договора по факту, а не по нормативу. Вот этот конфликт внутри этого сообщества, собственно, привел к тому, что фактически две трети юридических лиц, которые так или иначе вырабатывают мусор в Республике Башкортостан, находятся вне поля официальной деятельности операторов по вывозу ТКО. Также большую тревогу у господина Искандарова вызвала собираемость платежей. С граждан эта собираемость достигает 89%, а вот с юрлиц, которых и так всего одна треть, и того меньше, 60% юрлиц, которые заключили договора, хоть сколько-нибудь оплачивают эту услугу. В общем, конечно, ситуация, прямо скажем, катастрофическая. Задолженность населения перед операторами по вывозу мусора приближается к миллиарду рублей. Задолженность самих рекоператоров перед теми, кто мусор транспортирует и захоранивает, составляет более четверти миллиарда рублей. Однако господин Искандаров в своем докладе сообщил фундаментальную вещь. Цитирую. «Учитывая наличие потенциалов собираемости оплаты и заключения договоров с юридическими лицами, увеличение платы для жителей в 2020 году, считаю, преждевременной». Это очень важное заявление, которое, наверное, порадует жителей Республики Башкортостан. Я имею в виду то, что существует перспектива того, что в 2020 году им не повысят плату за вывоз мусора. Однако, прямо скажем, надежда господина Искандарова не выдерживает никакой критики. Дело в том, что если не изменить схему и подходы к вот этому договорному процессу, то юрлицы так и не начнут заключать договора с операторами ТКО, а операторы ТКО будут погружаться в пучину взаимных долгов и неплатежей, соответственно, система может прийти к кризису. Также господин Искандаров перечислил основные претензии населения к обороту ТКО. Это несвоевременный вывоз, недостаток контейнеров, высокая стоимость, здесь, конечно, я бы усомнился, и льготы по оплате. Надо отметить, что почта нашего канала и моя личная почта уже переполнена сообщениями о том, какой бардак на самом деле творится в области вывоза ТКО, особенно в сельской местности. Речь идет о том, что во многих районах республики, конечно же, этот процесс попросту фальсифицирован. Установлены какие-то показательные контейнеры, мусор вывозится крайне редко, жители утилизируют его по старинке сами, оплата иногда в сельской местности приравнена к оплате в городской местности. В общем, конечно, непорядка в этой сфере существенно больше, чем пытается нам преподнести господин Искандаров. Далее обсудили тему раздельного сбора и переработки мусора, что очень важно на самом деле для развития этой системы. Искандаров привел очень интересную статистику, очень интересные данные, а именно усредненный состав твердокоммунальных отходов в республике Башкортостан. Если верить господину Искандарову, то мусор в Башкирии на 26% состоит из пищевых отходов, на 23% из полимеров, на 17% из бумаги и картона, на 11% из стекла и на 6% мусор в Башкирии состоит из металлов. Все прочее составляет 17%. Здесь очень важно отметить, что учитывая ту цифру, которую назвал Искандаров, цифру объема мусора, а именно 1,100,000 тонн за 10 месяцев, и предполагая, что общий объем вывоза мусора в год составит примерно 1,300,000,000,000,000,000 тонн, можно сделать такие расчеты, что внутри бытового мусора твердокоммунальных отходов в республике содержится примерно 276,000 тонн пластика, 204,000 тонн бумаги и макулатуры, 132,000 тонн стекла и 72,000 тонн металлов. Это действительно вполне себе существенные цифры, которые наводят на мысль об утилизации, переработке и последующем использовании. И тут господин Искандаров назвал самую скандальную, пожалуй, цифру своего доклада. Господин Искандаров утверждает, что 30% населения охвачено в республике раздельным сбором мусора. Вот тут позвольте усомниться. Честно говоря, лично я еще ни разу не видел системы раздельного сбора мусора в республике. Где-то она есть, где-то стоят эти цветные контейнеры, но говорить о 30% охвата, конечно, прямо скажем, преждевременно. Подтверждение моим сомнением будет то, что, например, в Уфе организована всего 81 площадка раздельного сбора мусора. Господин Искандаров пытается нам рассказать о том, что в Уфе не более 200 или 250 площадок по сбору мусора. Ну, не смешите, пожалуйста, меня. В общем, конечно, вот эта тема о раздельном сборе и переработке мусора, конечно, у нас все еще впереди. Я бы предостерег руководство вот этой сферы, этой отрасли от такого вот шапкозакидательства и называния подобных фейковых цифр. В общем, я думаю, что это дело будущего и очень важное дело будущего для республики Башкортостан. Подытоживая доклад своего друга и товарища господина Искандарова, Хабиров подтвердил косвенно намерение властей избавиться от одного из рекоператоров. Речь зашла о вот этом самом злосчастном дюртюле Мелевого строя. Хабиров сказал, что он давал поручения и давал месяц на то, чтобы принять решение. Жалобы большие по этому оператору, сказал Хабиров. И если оператор не встал на ноги, давайте расторгать. С присущей краткостью порекомендовал Хабиров. Я думаю, что судьба этого рекоператора по обороту ТКО предрешена. И в ближайшем будущем мы узнаем нового рекоператора, который заменит дюртюле Мелевого строя. Третьим вопросом оперативки был доклад господина Беляева. И это тот самый доклад, который, на мой взгляд, самым ярким образом иллюстрирует непригодность Бориса Владимировича к его нынешней должности. Доклад заключался в подведении итогов улучшения наружного освещения населенных пунктов Республики Башкортостан и в том числе подходов к образовательным учреждениям с применением современных энергосберегающих технологий. Парадоксальность и абсурдность этого доклада заключена в том, что Борис Владимирович попытался доказать Хабирову, что он на 100% исполнил поручение и задачу, освоил все деньги, но при этом задача была абсолютно не выполнена, провалена. Более того, есть предположение о том, что часть гигантских сумм, которые были доверены господину Беляеву, безвозвратно разворована. В чем, собственно, дело? Во первых строках своего доклада господин Беляев сообщил о своих немыслимых достижениях в этой области, а именно о том, что он установил 23 900 новых светильников, 10 500 светильников он отремонтировал и поменял в них лампочки, проложил 974 километра самонесущего изолирующего провода и установил 5000 опор освещения. Казалось бы, победа, триумф. Однако, ряд районов, а именно пять, Бурзианский район, Благоварский район, Куиргазинский, Баймасский район и город Октябрьский, из рук вон плохо выполнили программу Бориса Владимировича. Остается загадкой, как можно было утверждать о том, что его программа выполнена на 100%, если пять районов и один крупный город программу не выполнили. Также Борис Владимирович отметил, что по отчетам муниципалитетов, которые он, видимо, причисляет к своим победам, 100% подходов к школам и образовательным учреждениям освещены. А вот по результатам проверки контрольно-релизионного управления это не так. То есть Бориса Владимировича тупо обманули. Также Борис Владимирович отметил, что цены, по которым закупались вот эти пресловутые светильники, колебались в диапазоне, внимание, от полутора тысяч рублей до 22 тысяч рублей. А колебание характеристик этих светильников по факту составило 43%. В общем, те суммы, а речь идет о 650 миллионах рублей, которые героически освоил Борис Владимирович, судя по всему, ушли в песок. Также это подтверждается тем, что Хабиров в своем комментарии к этому докладу обрушился на качество исполнения этой программы, вовсе не обвиняя в этом почему-то самого Беляева. Хабиров сообщил, что его контрольно-релизионное управление и вообще его контролирующие органы проверили закупки этих светильников и выявили следующую картину. Цитирую. «Обращаю внимание на то, что нет ни одного района, где светильники соответствуют базовым требованиям», сказал Хабиров. «Это что, исполнение программы?» Это уже спрашиваю я. «Ни одного района, который бы закупил те светильники, которые были в базовых требованиях». Хабиров бушевал дальше. «Нам поставляют некачественный продукт». Он обратился к главам. «Не вздумайте оплатить этот товар». Отдельно Хабиров остановился на каком-то ярком примере, а именно на безвестном доселе ИП Якупов в Гафурийском районе, который сумел снизить стоимость контракта на 50% и поставил какую-то совершенно чудовищную китайскую бельберду. Вот здесь у меня встает вопрос. «Неужели Хабиров не видит, что Беляев из последних сил пытается показывать ему собственные провалы в качестве успеха?» «Ни один район не выполнил нормативы и базовые требования, и при этом Беляев на голубом глазу отчитывается о выполнении программы». В общем, конечно, наверное, о сущности и о способности Беляева исполняет свои обязанности ради Хабирова придется задуматься во второй итерации совершенствования своего правительства. Дело в том, что процесс кадровых изменений практически бесконечен, и, в общем-то, конечно, о Беляеве надо думать в первую очередь, потому что это ключевая фигура в правительстве. Четвертый вопрос оперативки, на первый взгляд, вообще непонятный и, ну, как бы, неинтересный для широкой публики, как ни странно, вызвал мой интерес, и я попытаюсь объяснить, почему важно о нем говорить. Вопрос этот был следующий. О внесении в единый госреестр недвижимости сведений о территориальных зонах, содержащихся в правилах землепользования и застройки, а также сведений о границах населенных пунктов РБ. Ну, такой вот специфический вопрос, то есть, переводя на русский язык, вся территория Российской Федерации разбивается на зоны и территории, то есть это могут быть границы населенных пунктов, это могут быть территориальные зоны, которые должны быть кадастрированы, внесены в общий реестр, и дальше с ними начинается работа административных органов и там собственников и так далее. Доклад делал Петр Вячеславович Клец, руководитель Федеральной службы госреестра кадастра и картографии ПРБ, и Петр Вячеславович сообщил нам очень тревожные вещи, а именно то, что по вот этому процессу, по процессу описания земли и включения его в государственный реестр, Республика Башкортостан находится на 45-м месте. По процессу внесения сведений о границах населенных пунктов, Республика Башкортостан находится на 20-м месте Российской Федерации. Количество внесенных территориальных зон в единый Росреестр Российской Федерации в Башкирии составляет 1,4%. И Петр Вячеславович совершенно четко обозначил, что существует риск недостижения целевых показателей процесса к 1 января 2020 года. Казалось бы, ну не внесут в Росреестр, не внесут, сколько лет этого там не было, и, как говорится, подождем еще. Нет. Оказывается, господин Клец объяснил, почему важна эта дата 1 января 2020 года. С 2020 года и с 1 января этого 2020 года закон не допускает выдачи разрешения на строительство в случае отсутствия сведений о территориальных зонах в Росреестре. То есть, если теперь 98,6% территории Республики Башкортостан до сих пор не внесены в этот реестр, соответственно, выдача разрешения на строительство будет прекращена. Господин Клец сообщил, что, несмотря на то, что государство выделило крупные суммы денег на этот процесс, а именно 83,7 миллиона рублей в 2019 году, реально освоено было всего 5 с небольшим миллионов рублей. То есть, это та самая ситуация, вопиющая и безобразная, когда деньги есть, а работать не захотели. За весь 2019 год было внесено в Росреестр 52 территориальные зоны и 22 населенных пункта. При том, что необходимо к 1 января, внимание, внести 5 439 территориальных зон и границы 463 населенных пунктов. В общем, иначе как катастрофа, эту ситуацию охарактеризовать нельзя. Хабиров, прямо скажем, напрягся. Сотдокладчиком по этому вопросу вызвал на трибуну Ахмадулина Марата Федаевича, руководителя госстроя, и руководителя той структуры, которая непосредственно должна была заниматься реализацией вот этой программы на территории республики. Росреестр же это федеральная структура, а вот госстроя РБ должен был физически организовать процесс в муниципалитетах и районах. Ахмадуллин долго и путанно начал рассказывать о каких-то там генпланах, о каких-то проблемах с этими генпланами, о том, что вовсе не обязательно эти генпланы утверждать. Это никакого отношения не имело к вопросу. Он зачем-то об этом долго и путанно говорил. А дальше все-таки он был вынужден сказать о причинах низких результатов в этой сфере. Якобы границы территориальных зон пересекаются между собой. Якобы существуют тотальные ошибки сплошной инвентаризации. Самое смешное, что привел в качестве причины этого провала господин Ахмадуллин, было вот что, цитирую, отсутствие в большом количестве населенных пунктов, внимание, цифровой версии правил землепользования и застройки. О чем говорил господин Ахмадуллин, я так и не понял. О том, что у них эти правила напечатаны на бумаге и не перенесены в компьютер. Или еще о чем-то. То есть, ну, это какая-то дикость абсолютно. И совершенно левая отмазка. А также господин Ахмадуллин сослался на недостаточное финансирование этих процессов. Хотя буквально пять минут до этого господин Клец озвучил весьма о себе существенные суммы, которые выделены и не освоены государством. А именно те самые 83 с лишним миллиона в 2019 году, 144 миллиона будет выделено в 2020 году и 52 миллиона будет выделено в 2021 году. Хабиров выслушал Ахмадулина, совершенно резонно обратил его внимание на вопиющее противоречие в его докладе и в конечном итоге поручил Назарову разобраться с этой ситуацией. Очевидно, что Хабиров был крайне недоволен этой ситуацией. Я отметил, что нас не устраивают эти 40-е и 20-е места в общей федеральном рейтинге, и ситуацию надо налаживать. Конечно же, не может не беспокоить перспективы того, что с 1 января 2020 года, буквально через два месяца, будут заблокированы возможности выдачи вообще любых разрешений на строительство, что, собственно, вполне себе реально, если не наладится ситуация в этом процессе с Росреестром. Пятым завершающим вопросом оперативного совещания был доклад Бориса Николаевича Мелкоедова о завершении процесса перехода на цифровое вещание. Собственно, Борис Николаевич сообщил нам, что за 24 миллиона рублей он выпустил 17 тысяч информационных материалов, что Башкирия благополучно перешла на цифровое вещание, что единицы людей, в общем-то, остались без телевизора, да и бог с ними. Слушая Бориса Николаевича, я вдруг словил себя на мысли о том, что вот, пожалуй, на чей пост на самом деле надо было назначать господина Игофарова, он бы действительно хорошо справился. Области СМИ и печати в Республике Башкортостан, по крайней мере, той его части, которая, в общем-то, относится к государственным СМИ, пожалуй, бы не помешала свежая кровь. Борис Николаевич, очевидно, засиделся в своем кресле. Ничего интересного в области СМИ и печати не происходит, как-то становится скучно. И вот такие мысли мне пришли в голову, когда я слышал Мелкоедова. А по поводу цифрового телевидения, да и бог с ним, кому надо, тот увидит. Традиционное Алаверды в конце совещания от Хабирова было, видимо, последним, потому что мы все-таки, наверное, прощаемся с Хабировым как председательствующим на этих совещаниях с грустью и печалью и с надеждой смотрим на новый облик этого совещания под председательством господина Назарова. Так вот, Хабиров в этот раз закончил совещание очень кратко и почему-то опять вопросом школьного питания. Он сказал, что он в тысячу первый раз по-китайски предупреждает глав районов, которым он, помнится, давал неделю на исправление ситуации, но так эта неделя, видимо, и не закончилась. Речь идет о том, что качество школьного питания так и не устраивает Хабирова, и ему стыдно озвучивать то, что происходит в школьных столовах. Хабиров упомянул то, что у него огромное количество страшной информации из этих школьных столовых, но озвучивать он ее не будет. Как это сочетается с тем, что Башкирия победным образом заняла какое-то призовое место по школьному питанию в Российской Федерации, я отказываюсь понимать. Я точно знаю, что в сфере школьного и детского питания в республике Башкортостан дела идут очень плохо. Настолько плохо, что даже Хабиров не решается озвучить это на оперативном совещании, а только в тысячу первый раз пугает глав районов и городов. Продолжение следует...